МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы себе не представляете, что будет сейчас происходить. Просто невероятные вещи. Этого ждали абсолютно все. Мне даже страшно представить, чем дело закончится. Шок, аплодисменты, овации. Именно так начинается каждую неделю наш кинообзор. Поехали! На каждом просмотре фильма ужасов обязательно найдется человек, который на самом страшном моменте начинает смеяться. Если вы скептически относитесь к ходячим мертвецам, зловещим теням за спиной и изгнанию дьявола, то скажу вам одно – дождались. Очень страшное кино 5 уже на экранах. Авторы специально пересмотрели пару десятков последних ужастиков и от души высмеяли все тенденции этого жанра. Полтора часа не прикрыты иронией специально для самых бесстрашных зрителей. В основу очередной серии этого кино легли не меньше пяти ужастиков. В центре внимания молодая пара с маленьким ребенком. Они начинают счастливую семейную жизнь и, о господи, героев начинает преследовать демоны. Нужно срочно установить по всему дому камеры и посмотреть в глаза этой наглой нечисти. А еще надо не забыть добровольно спуститься в темный подвал и лично открыть дверь маньяку. Теперь я предлагаю поближе придвинуться к экрану представительницам прекрасного пола. На очереди фильм про настоящих качков. Марк Уолберг и Дуэйн Джонсон. Просто кофе с молоком. Можно даже не рассказывать, про что будет картина. Это вроде как и не важно, когда в главных ролях такие парни. Но я все-таки вкратце упомяну содержание, чтобы вы знали, на что идете. Кстати, с этими красавцами-актерами совсем забыла. Называется лента «Кровью и потом. Анаболики». И это боевик. Оказывается, не всем качкам хочется всю жизнь тягать штангу и таскать туда-сюда гири. Есть среди них люди с перспективными бизнес-идеями. Один из них – главный герой картины. Решает круто изменить свою жизнь. Где-то в кино он видел гениальный способ разбогатеть. Всего-то надо похитить миллионера. Качок собирает целую команду и приступает к делу. И все было бы прекрасно, но жизнь не очень похожа на боевик. И иногда возникают проблемы не по сценарию. Решить их вряд ли поможет гора мышц. Тут нужны еще и мозги. Вот такая вот заварушка. Иногда какой-нибудь актер настолько тебе понравится, что хочется иметь его изображение где-нибудь поближе к сердцу. Некоторые носят фото обожаемого объекта в бумажнике или ставят в рамку на стол. Но фанатская любовь гораздо сильнее. И масштабы должна принимать соответствующие. Сейчас я говорю о странной истории, приключившейся с фильмом «Росомаха» «Бессмертный». Кинокомпания «20-й век Фокс» пребывает в тихом шоке. В этом году они планируют выпустить на экраны новую премьеру – картину «Росомаха» «Бессмертный». В Нарад уже запустили рекламу, развешали по улицам плакаты, но их украли. Больше половины постеров стали жертвами воров и теперь продаются на интернет-торгах по 100 долларов. Вот она, фанатская любовь, бессмысленная и беспощадная. А сейчас помассируйте себе голову, вам пригодятся умные, светлые мысли. Мне уже не терпится разыграть очередную порцию билетов в планету кино. Напрягите слух, я задаю вопрос. Как зовут зеленого монстра, который похитил Рождество в одном из фильмов? Скорее бегом за телефонами, присылайте смс с ответами на номер 5577. Не забудьте в начале сообщения поставить буквы «МГ». Каждая десятая смска с правильной версией получит от меня заветный билетик. На очереди у нас афиша ближайших сеансов. А вы не забудьте, место встречи изменить нельзя. У вас есть всего неделя, чтобы пересмотреть все самые интересные премьеры. А там я подкину вам новенький обзор. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!